В тяжелый период я пытаюсь спросить человека, который меня помнит. Я хотела вас спросить, нужно ли мне поддерживать дальнейшие отношения, общения? А зачем? Цель? Цель какая? Для чего вы хотите это делать? И какие отношения? Вы должны разобраться в этом вопросе. Смотрите, если вы, допустим, любили друг друга, хотели построить семью, человек вас бросил, об этом идет речь, да? Ну, смотрите, то есть надо просто разобраться в этом вопросе, что отношения не могут переключиться, потому что они возникают и они как бы становятся, они застывают как бы у человека в сердце. Вот, допустим, может мать к своему сыну относиться как к чужому ребенку или нет? Ну, просто захотеть вот так сделать. Может у нее получится или нет? Нет, потому что это ее сын, она не может уже, вот как бы она ни трудилась над этим. Иногда человеку решают материнство там, как бы она ни трудилась, что это не ее ребенок, это все равно будет оставаться ее, даже если он не будет к ней вести себя так, как должен вести себя сын, она все равно его будет считать сыном и будет страдать от этого. Точно так же, если девушка полюбила какого-то парня, она не может к нему относиться уже как к другу, потому что есть разные типы отношений. Например, есть отношения муж-жена, а есть отношения дружеские, супружеские и дружеские, это принципиально разные отношения. И когда люди, допустим, расстаются друг с другом, они не могут их перевести в дружеские отношения уже супружеские, понимаете? Поэтому они должны перейти на отношения, ну как называются, деловые или формальные. То есть они просто делают что на дистанции, выполняют свои обязанности друг перед другом какие-то, но при этом у них нет ни дружеских, ни супружеских. Есть еще третий тип отношений – наставник и ученик. Понимаете, вот эти три типа отношений, в них течет энергия любви снаружи. То есть ты можешь обмениваться любовью прямо напрямую. Как же брат-сестра такие отношения? Это уже тоже близкие отношения. Есть близкие отношения брат-сестра, муж-жена, отец-сын – это все близкие отношения. Есть отношения дружеские – это тоже близкие, но другого типа. И есть отношения наставник-ученик. Это все близкие отношения, в которых энергия любви течет прямо при общении. Но есть другие отношения, в которых энергия любви тоже течёт, но только в результате твоих мыслей. Ты просто желаешь счастья человеку, ты о нём хорошо думаешь, но при этом не приближаешься к нему никак, потому что есть только один способ приблизиться. Если с вами не могут быть супружеских отношений, тогда вы должны находиться всю жизнь с ним на дистанции, с этим человеком. Вы не можете приближаться к нему как-то по-другому, потому что это всегда инициирует только один вариант отношений. Понимаете? Спасибо. И ещё можете мне помочь разобраться, в чём мой урок в этой ситуации? Я понимаю, что он сделал это для меня. Молодец. Спасибо вам. Супер лекцию осознаёт, видите? То есть ей было больно. Она как бы всё равно считает, что это он виноват. То есть она находится всё равно на первой стадии, но она уже перескочила на вторую. Она говорит, Олег Геннадьевич, это он во всём виноват. Может быть, я тоже виноват. Надо чуть-чуть, скажите мне. Так ведь вы спросили? Ну да, понять свой урок. Молодец, супер. В этом мире не бывает никаких событий, которые появлялись уроком для кого-то другого, кроме меня. Бог так устроил, что этот мир всегда крутится только вокруг одного человека. Это я, он вокруг меня крутится. Это урок для меня всегда. Понимаете? Я вот читаю вам лекцию для того, чтобы мои отношения с Богом строить. Это урок для меня. Понимаете, да? И так же Бог вокруг вас так же создал этот мир, как урок для вас. Нет ничего, кроме вас и Бога в этом мире. И он вас учит жизни. Понимаете? И это означает, что именно ваше поведение, именно ваше состояние, ваше сознание стало причиной того, что он так поступил. Ничто другое не было этой причиной. Если вы хотите знать конкретику, то тогда должны вы говорить конкретику. Вы должны поговорить, что произошло, я тогда скажу, в чем ваша ошибка конкретная. А так я не могу в общем говорить. Но если вы хотите, это ваше желание. Ну? Или вы стесняетесь? Ну тогда не надо. Я не смогу вам конкретно говорить. Я могу только, ну, примерно сказать, что может быть вашей виной. Я вижу, что вы, как бы, человек такой очень обидчивый, застенчивый и доверчивый. Три вот такие вещи, которые я почувствовал. Обидчивость — это та же самая грубость, только с другой стороны. Когда человек обижается, он точно так же грубит. Оно грубит на тонком, невидимом плане. То есть обидчивость рождает грубость, и грубость рождает обидчивость. Это две стороны одной медали. Это первое, ответ на первое качество. Второе. Когда человек доверчивый, то это значит, что он не имеет знания, как строить правильное отношение. Когда человек сильно доверяется, ему его начинают использовать, эксплуатировать. Понимаете, незнание приводит всегда к поражению. Ну, то есть нужно быть недоверчивым, а нужно чувство собственного достоинства всегда правильно обращать в каждой ситуации по-разному. Ну, допустим, человек подходит ко мне и говорит, Олег Геннадьевич, помогите мне, я слушаю ваши лекции. Я должен тогда очень быть близким к этому человеку и помогать ему. Это одна ситуация. Второй вариант. Человек подходит, человек, допустим, идет мимо, грубит своему близкому человеку. Он меня не знает, не слушает мои лекции. Я подхожу к нему и говорю, я Олег Геннадьевич, я знаю, как вам помочь. Начинаю ему рассказывать о том, как ему вести себя. И он мне говорит, да пошел ты, Олег Геннадьевич, знаешь куда? В чем ситуация? Мне больно стало, я пошел, куда он мне сказал. И как бы в чем проблема моя заключается? В том, что я не понимаю, как правильно себя вести, у меня нет знания. И если, допустим, я очень доверчиво раньше с человеком начал вести себя слишком доверчиво, чем отношения стали правильными и глубокими, то тогда он приносит боль в сердце. Понимаете? И третье, что я сказал, доверчивость, обидчивость, а? Застенчивость, да. Застенчивость, я думаю, как бы здесь не участвует в этой ситуации, потому что застенчивость обычно делает то, что девушки вообще одинокими остаются. Она когда сильно застенчивая, она, ну как бы, девушка же должна первой инициировать отношения. Чьи девушки часто думают, это мужчина должен инициировать отношения. Нет, это девушки инициируют. Они это инициируют тем, что они смотрят на молодого человека так радостно, искренне, улыбаются, потом отворачиваются. Но все равно надо улыбаться. Если не улыбаешься и сразу как бы отвернулась, еще не успела улыбнуться, тогда он тебя не заметит. Понимаете? Тогда вообще ничего не будет, потому что ты первая должна инициировать отношения. Тебе кто-то понравился, значит, должна улыбнуться. А если ты всем подряд улыбаешься, тогда потом не обижайся, что все подряд тебя мучают. Понимаете? И не обижайся, что вообще никого нет, потому что девушка должна накопить свою силу любви, а потом выстрелить один раз, но в десятку. А не во всех подряд и молоко, понимаете? Все, что все подряд улыбаться, будет классный czas.